В северной столице продолжаются мероприятия, приуроченные к 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Санкт-Петербургском доме национальности учащиеся школ представили свои исследовательские работы по этой теме. Молодежная конференция, посвященная блокаде, не зря проходит в Санкт-Петербургском доме национальностей. Ведь блокада, война и горе объединили все народы, даже те, у которых сейчас претензий друг к другу гораздо больше, чем тепла. Главная идея конференции состоит в том, что во время блокады, как и вообще во время Великой Отечественной войны, все народы нашей страны по-настоящему объединились, слились в едином деле освобождения своей большой родины. Когда горе объединило людей, оно было для всех одинаково. И 125 грамм не выделялось ни от кого, они все получали вот эту, как там написано было, и мяки, ну и все что угодно, там, по-моему, даже и хлеба как такового, может, муки и было, может, совсем чуть-чуть. Но это людей объединяло. И тогда не различалось, кто какой национальности. Там, понимаете, этого просто не существовало. Ленинград спасали руками людей многих национальностей. Помнить об этом долг каждого. Такая память лучше любых голых теорий о толерантности. На конференции звучали нерусские имена тех, кто умирал за нас. Рассказывалось о героях Великой войны, грузинах, чеченцах, якутах и не только. В своих докладах ребята воскрешали их имена. Выбрали улицу, улицу Алии Молдогуловой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и подготовили доклад про ее личность, ее вклад в победу. Многие рассказывали истории своих семей, вспоминали военные подвиги и простые подробности из жизни прабабушек и прадедушек. Мой прадедушка воевал под Сталинградом, Ленинградом и Москвой, а бабушка работала медсестрой и потом еще в батальоне. Она также принимала участие в боях на Невском пятачке. И потом, когда работала в артиллерийском батальоне, она и встретила моего прадедушку Чернецова Петра Ивановича. И в 1944-м они поженились. Все меньше и меньше осталось носителей памяти. Блокадники уходят один за другим, ведь прошло уже 70 лет. Тем ценнее их рассказы. Самое страшное было в городе. Я оттуда уже не работала. Я получила 125 грамм хлеба. И больше ничего не было. И хлеб был на планирую уже в стаканике. Каким был блокадный хлеб, участники конференции смогли увидеть сами. Для них провели экскурсию в Музей обороны и блокады Ленинграда, где каждый стенд и экспонат вопиета высочайшей цене победы. Вот за два с половиной года блокады в Ленинграде мирных жителей, то есть по сути от голода почти полностью, погибло около миллиона человек. Военные потери в битве за Ленинград, безвозвратные потери, составили тоже миллионы. То есть два миллиона. Вот ни один город мира не отдал за победу над фашизмом столько жизней, сколько отдал наш с вами город. Именно детям и молодежи в первую очередь нужно доносить истории подвигов пращуров, чтобы они смогли нести эту эстафету памяти и не давать ей угаснуть, как вечному огню, горящему в сердцах людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова